30 июля, понедельник, московское время 18.31 и мы начинаем прямую трансляцию программы День молодежи. Напротив телезрителей сегодня сидят. Олег Лешко, руководитель клуба интеллектуального творчества «Понедельник», автор проекта «Разумные вечера». Игорь Мирошниченко, магистр клуба «Понедельник», руководитель авторской группы клуба. Дмитрий Швачев, член клуба «Понедельник», человек, который прошел все ступени интеллектуальных игр города. Елена Маругина, член клуба «Понедельник», участник турнира во Владикавказе, участник нескольких сезонов студенческой лиги «Я знаю». Полина Солошенко, участник школьной лиги «Вершина», призер первого турнира «Разумные вечера». Иван Вервекин, член клуба «Понедельник», капитан команды «Ставропольские камни», автор клуба. Леонид Нечапуренко, магистр клуба, автор, участник команды клуба, участвовавшей в турнире во Владикавказе. Вот, действительно, всем добрый вечер. Вот так необычно мы сегодня начали нашу программу. Я, конечно, не Борис Крюк. Ну, и ребята не Друсь с Поташовым, но, тем не менее, к ним очень-очень близко. Вообще, до нашей молодежи, кроме клубов, ничего не нужно. Мы привыкли слышать от старшего поколения. Что ж, доля правды в этом есть, но ведь и клубы бывают разные. И в минувшую субботу на Александровской площади Ставрополя стартовал цикл летних творческих интеллектуальных вечеров в Ставрополе. Или, проще говоря, открытый городской турнир «По что, где, когда». Организовали этот турнир ребята из клуба. Клуба интеллектуального творчества «Понедельник». И сегодня его представители у нас в гостях. Ребята, добрый день вам еще раз. Добрый-добрый день. Добрый-добрый день. Вот она эта нотка интеллигентности. Ну, для начала давайте все-таки расскажем, что же такое вот этот проект «Разумные вечера». У меня есть, спасибо. Проект «Разумные вечера» — это одно из детищ нашего клуба. В марте мы собирались и придумали, что можно из проектов придумать на лето. Потому что в течение года у нас идут игры. Зимой мы проводили фестиваль «Перекресток», куда приезжал Алексей Блинов, Алена Блинова. И подали заявку, вот «Разумные вечера» на конкурс президентских грантов, на развитие гражданского общества, проводимым фондом президентских грантов. И выиграли. Потому что идея изначально заложена такая интересная. Это город Ставрополь. Самый благоустроенный город России. Приятный город. Александровская площадь, центр города. Ну и, собственно, приятно проводить вечера, не просто прогуливаясь, а что-то делая. Вот мы подумали, что играть в что, где, когда будет здорово. Тем более площадь большая. Там можно, мы посчитали, до 150 команд усадить. Одновременно. Одновременно, да. Но мы пока 40 решили сажать. И плюс, конечно, сопровождение музыкальное. Живые исполнители, которые каждый вечер также играют. И, собственно, 28 июля мы слушали блюз. Слушали блюз и играли в что, где, когда. Ну, то есть это действительно такое интересное, нестандартное, я бы сказал, времяпровождение обычного выходного вечера. Ну, это уже, наверное, Полину надо спрашивать. Она как участник была. То есть нестандартно или интересно, пусть уйдет. Мы задумывали, да, что это нестандартно и интересно. Как получилось, уже пусть оценивают зрители-участники. Ну, прежде чем мы пообщаемся с Полиной, я предлагаю нашим телезрителям и нам всем посмотреть небольшой видео. Видеоролик как раз о цикле «Разумные вечера». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Друзья, ну, как вы могли заметить, в играх «Что, где, когда» в Ставрополе принимает участие. Очень многие известные люди, как в городе, так и в крае, так, может быть, даже и за пределами нашего региона. И в том числе это мои коллеги. Да что скрывать, я и сам принимал участие в некоторых играх клуба «Понедельник». Тем не менее, я все равно, прежде чем мы пообщаемся со всеми участниками, непосредственно с Леонидом Нечапуренко, моим коллегой, Полин, ну, расскажи, пожалуйста, вот ты была участницей первого такого вечера, каково это? Ну, я как предыдущий участник школьной лиги, ненавиджно-студенческой лиги, как только услышала новость о проведении такого отличного мероприятия в нашем городе, сразу же собрала команду из всех родственников. Моя мама, мой брат младший участвовали. И что мне понравилось, что команды были абсолютно разновозрастные, разнопрофессиональные. И мне кажется, это отличный способ объединить город в таком интеллектуальной вещи. — Скажи, а вот долго приходилось уговаривать маму, брата? — Ну, если честно... — Наверное, для них, ну, я не знаю уж как для брата, но для мамы, наверное, это все-таки не самое стандартное времяпровождение. — Наоборот, кстати, было. Мама сразу же побежала, а в основном моих друзей было сложно это уговорить, потому что многие думают, что вот, там же сложный вопрос, я ничего не знаю. Но суть та, что где, когда, в том, что это все вопросы на логику, потому что специальных заданий, они не так требуются, сколько просто хорошее мышление. — Грамотно рассуждать. — А какой результат у вашей команды? — Ну, мы заняли второе место. Конечно, вместе еще с четырьмя командами, но будем стараться в следующий раз занять первое. — Ну, мне кажется, из сорока команд занять второе место и еще с четырьмя командами, это результат довольно уверенный. Это я говорю сейчас даже вот как участник некоторых игр клуба «Понедельник». — Ну, думаю, это еще и говорит о высоком интеллектуальном уровне Ставропольчан, то, что столько команд набрали, столько баллов. — Да, у них был 31 ответ правильный из сорока, а чемпионы вообще 35 из 40 ответили. Поэтому насчет того, что сложные вопросы, ну, на самом деле, наверное, не такие сложные. Ну, или они очень умные все были. — А расскажите, вот, наверное, ну, сейчас не все наши зрители, да и я сам не очень понимаю, как это 40 команд одновременно играют в что, где, когда. То есть мы привыкли видеть, что одна команда за игровым столом максимум две могут там, две-три меняться, но не 40. Как так получилось, что вы уместили в одну игру 40 команд? — Ну, вот там на картинке за спиной Антона сейчас прям наглядно показано, как играет 40 команд, 40 столов, вокруг них 240 стульев, и они присаживаются. Мы разработали сайт, с помощью которого можно вводить ответы одновременно команду. То есть минута у тебя есть на то, чтобы ввести ответ, и автоматически там идет подсчет. Вот те, кто не мог вводить вручную, они поднимали ответы на бумажках, и наши ласточки собирали, как это традиционно проходит на всех синхронных турнирах. — Вот ласточки. Они низко летали, да, в этот дым, потому что дождь накрапывала. И были другие ласточки, так называют, волонтеров, помощников в организации игры «Что, где, когда», которые собирают ответы и приносят их в зону подсчета очков. — Насколько я знаю, помимо того, что участники даже в нашей телекомпании играют в «Что, где, когда», я знаю, что наши сотрудники еще задавали вопросы. И вот я сейчас предлагаю нашим телезрителям попробовать на собственной шкуре испытать, что же такое «Что, где, когда» и что такое «Разумные вечера» в городе Ставрополь. Друзья, мы предлагаем вам сейчас послушать вопрос. Сегодня, вот как видите, я веду программу «Один». Моя коллега Анна Кривецкая сейчас где-то радостно проводит время в отпуске, но она все равно с нами, и сейчас вопрос задаст именно она. Если вы знаете ответ на этот вопрос, звоните к нам в студию, звоните к нам в программу по номеру телефона 8 800 707 02 26. Звонок бесплатный. Мы ждем вашего звонка. Победитель получит ценный приятный приз. Это я вам обещаю. Итак, давайте посмотрим вопрос. Здравствуйте, прекрасные наши знатоки. Меня зовут Аня Кривецкая. Я журналист и ведущая краевого телеканала «Своё ТВ». Итак, внимание, вопрос. В дореволюционном Ставрополе в Воронцовской роще любили прогуливаться горожане. Это место и сегодня очень популярно для отдыха у ставропольцев. А как мы сегодня называем Воронцовскую рощу? Вот так. Если вдруг вы знаете, как сегодня мы называем Воронцовскую рощу, немедленно звоните к нам в студию, говорите нам правильный ответ, получайте приз. Все предельно просто. Ну а мы продолжим общаться о разумных вечерах и вообще об интеллектуальных играх и соревнованиях, если можно их так назвать. Не только, кстати, у нас в регионе. Насколько я знаю, в выходные прошла игра во Владикавказе. Что, где, когда. И команда клуба «Понедельник» заняла там уверенное и, наверное, почетное второе место. Уверенное и, наверное, второе. Но это почетное второе место или все-таки чуть-чуть не дотянули до первого? Ну, давайте так. Насколько я знаю, сегодня уже ваш коллега днем рассказывал об этом турнире. Да, действительно. Вот можно, да, кстати, это награда. Да, есть у нас вот такой кубок, да, который мы завоевали. И тут написано, что, да, второе место, первый межрегиональный фестиваль по интеллектуальным играм, ну, Владикавказ. Собственно говоря, а диплом подтверждает, что вот по итогам этого первого межрегионального фестиваля команда нашего клуба заняла второе место среди команд Северо-Кавказского федерального округа. А кто занял первое? Среди СКФО две команды Старопольского края были представлены от нашего клуба и команда, которая именуется сборной Старопольского края из города Невиномыска. Она очень опытные ребята, давно играет, и вот они, собственно говоря, заняли первое место. То есть Старопольский край забрал первые два места, а дальше уже... И уехали. А там, деритесь, как хотите. А там, как хотите, что делаете. Вот. То есть это было, да, такое... Команда в таком составе, вот такая сборная, именно как клуба, она в первый раз, пожалуй, была представлена. Так, до этого ездили, как бы, отдельненько, а сейчас вот и сразу такой хороший результат, уверенный, классный. И очень понравилось, очень был это и опыт положительный, и результат. Отличаются там игры «Что, где, когда» от того, что проводится и проходит в Старополе? Смотря с чем сравнивать. Просто у нас... Ну, по уровню, вот, по интеллектуальному уровню, скажем так. Скажем так, что... По интеллектуальной составляющей. Это если, так как вот они называются все эти турниры спортивными, то как и в спорте, здесь что, где, когда, срабатывает схема, чем больше ты в этом участвуешь, у тебя тем больше опыта, тем сильнее ты играешь в любом случае. То есть мозг уже, скажем так, заточен так, что ты многие версии сразу отсекаешь, потому что знаешь, что они в любом случае будут неправильны. Поэтому, когда приезжают уже опытные команды, то они на вопросы отвечают быстрее, увереннее и четче, просто потому что уже натренированные, да, за счет опыта. А сказать, что были какие-то вопросы на какие-то глубокие знания, энциклопедические и так далее, нет. Мы вот все обсуждали сколько, чтобы именно вот этот турнир, он отличался вопросами скорее на логику. И вот это было очень приятно. На умение рассуждать. Да, рассуждать именно в команде, делиться версиями, подкидывать какие-то идеи и так далее. Вы как опытные знатоки, ну по ставропольским меркам как минимум, как можно вот это все натренировать? То есть, ну это же действительно где-то, понятно, что где-то есть определенный багаж знаний. Но тем не менее, выслушать каждого участника команды, уловить правильное зерно, это ведь тоже нужно уметь. И это не возьмется вот так из воздуха. Понятное дело, но для этого надо тренироваться, надо собираться командой. Просто на самом деле есть целая технология игры в что, где, когда. То есть, что есть шесть человек, у каждого предполагается своя роль. То есть, есть капитан, да, который оценивает правильность версии. Есть просто архиерудит, который, может быть, не особо рассуждает, но у него куча фактов, в голове он их выдает. Есть человек, который выдает вообще любые идеи, которые ему в голову может кто-нибудь зацепить и так далее. То есть, это вот все просчитано. На самом деле, есть какая-то математика в этом даже процессе. Но, в любом случае, чем больше ты играешь, чем больше ты отвечаешь на вопросы, то тем лучше результат, собственно говоря. А бывает такое, что вот, ну, доходит до ругания, я вот прямо спрошу. А у неопытных команд. В процессе обсуждения или, может быть, после. Такое может доходить, потому что все же эмоциональные люди, зачастую предмет руганий заключается в том, что в процессе обсуждения кто-то, например, предлагал версию, ее не приняли, а потом оказалось правильной. И вот здесь на эмоциях. Я же говорил. Я же говорил, а вы меня не послушали. Поэтому у опытной команды уже, они знают, есть такое понятие, как отпустить вопрос. То есть, ответили на вопрос правильно, неправильно, неважно, пошли дальше. То есть, играем в следующий вопрос. Как с нуля, как с чистого листа. Тогда это получается командная работа, это приносит результат. Как делают собаки вот это. Может быть, знаете лучше, Антон, как делают собаки. Даже статус ВКонтакте есть такой, отпусти вопрос. Да, если любишь его, отпусти, он вернется. Хочу задать вопрос Дмитрию Швачеву. Вот у меня есть такая информация. Я и представил сегодня вас, что вы человек, который прошел все ступени интеллектуальных игр города. А можно перечислить эти ступени? Что же это за ступени такие? Ну, начал я играть больше 10 лет назад, еще в школьной лиге. У нас в городе проходит школьная лига. Именно что, где, когда? Ну, это брейн-ринг, лига-вершина называется. Играют школьники, играют брейн-ринг. Также есть студенческая лига. То есть, когда поступил в университет, попал в студенческую лигу. Играл в студенческой лиге тоже брейн-ринг. Там же началось что где когда увлечение. Появился клуб, в Северо-Кавказском университете появился клуб, что где когда. А потом вот попали тоже в клуб «Понедельник». Начали играть на более высоком уровне уже в такой взрослой игре. Ну, то есть, багаж огромный, да, можно сказать? Да, да. И вот я, кстати, как раз… В Кавказе? Нет, я ни разу не был чемпионом. У меня было всегда почетное второе место. Вот, да. А вы ездили во Владикавказ? Нет, я не ездил во Владикавказ. Значит, все-таки дело не в нем. Я хотел добавить еще к словам Игоря про команду. То, что в команде должны быть разные роли у каждого игрока. Но, в первую очередь, это командная игра. И должна быть именно дружба среди участников. Вот, я играл 10 лет, а всего лишь в двух-трех составах команд. У меня, да, люди не меняются в команде, поэтому главное общаться. То есть, полезно проводить, в принципе, наверное, время, да? Да, общаться, дружить, да. И это помогает не только не ругаться во время игры, но и также понимать друг друга буквально с полуслова, а то и без слов, просто переглянувшись с партнерами по команде глазами, сразу понимаешь, кто о чем подумал и кто что отвечает. Дим, вот нету сейчас такого ощущения, что, ну, может быть, вот зря я этим всем занимаюсь? Может быть, стоило в какое-то другое направление себя подать в детстве еще, когда вот это все начиналось? Может, в спорт, не знаю, или там, в искусство? Ну, нет, это тоже спорт, в общем-то, поэтому мне нравится. Если бы мне не нравилось, я бы не занимался этим. Скажи, а есть мечта попасть вот на первый канал? Конечно. Что, где, когда, который знают все? Да, конечно, ну, я думаю, у всех присутствующих здесь есть такая мечта, конечно. Причем по любую сторону, так сказать, баррикады, можно и за столом поиграть, и в качестве зрителя, там, телезрителя задать вопрос тоже хочется, конечно. В качестве магистра еще можно, например, постоять рядом с друзем, с умным видом. Я шучу. Ну, ничего страшного. Есть мечта? Вот видите, у меня даже упал наш приз. Ну, вот я вот так его даже сразу тогда и покажу. Вот такую баночку. Это не просто баночка, в ней, между прочим, есть полотенце. Я напоминаю, что у нас прозвучал вопрос. В ней есть полотенце, потому что игры, игры разумного вечера проходят на улице. Сейчас на улице жарко, а баночка специально для влажного полотенца. Можно раз, освежил, голову чуть остудил и дальше думать. На меня смотришь как раз, что мне вот полезно прям, да, полотенце? Ну, напечь-то может. У меня вопрос к Елене. Если можно, передайте микрофончик. Ну и, наверное, к Полине тоже. Девушки, что вас подталкивает, что вас затянуло в интеллектуальные развлечения, скажем так? Попробовала, понравилось. Все работает, не переживайте. Ну и как-то втянулось, поэтому... Хотя вообще среди... А давно попробовали? Слушайте, попробовала, понравилось, втянулось. Мы точно в интеллектуальных играх сейчас? Да, да, да. Ну, что-то схожее определенное есть, так что не лишено оснований. Не будем называть в прямом эфире, да. Не будем. Ну, давайте так, как давно попробовали? Года четыре назад. Я уже со стажем, да. А что подтолкнуло вас? Ну, просто любопытство или, может быть, вот действительно тоже хотели, как многие здесь присутствующие, туда, на телевидении, на Первый канал? Ну, вот, кстати, нет, никогда не было, как ни странно, такой мечты попасть на Первый канал. Попасть в телевизор, как-то такого не было. А сейчас есть? Уже по прошествии четырех лет? Да, она уже исполнилась сейчас, так я уже в телевизоре. Мама, я в телевизоре. Так что все отлично. Ну, как-то все началось как раз-таки со студенческой лиги, я знаю. Я туда совершенно случайно попала, меня позвала подруга, ее здесь нет, она у нас руководитель клуба интеллектуальных игр. Это в ВУЗе? Да, так вышло, что я себя неплохо проявила и позвали играть дальше, дальше. Мы ездили по многим турнирам, все началось с студенческого турнира в Калининграде. Мы там неплохо выступили, заняли, даже медали привезли оттуда, опять же, родит квартет, да, брейн ринг. Неплохо выступили и как-то с тех пор покатилась, покатилась. А как вы считаете, есть все-таки, можно так сказать, что, что, где, когда и, ну, наверное, другие тоже интеллектуальные игры и мероприятия, они больше вот для мужчин? Или нельзя так сказать? Ну, вообще, я слышала такое мнение, что в команде из шести человек должна быть одна красивая девушка, и она должна молчать и вдохновлять игроков. Но на самом деле... От кого вы слышали это? Я это читала в какой-то интеллектуальной книжке, как раз таки по тому, как играть в что, где, когда. Ну, таки часто пишут книжки на эту тему, и вот уже не помню, чья именно, но... Так что это, можно сказать, авторитетное мнение, ссылка на авторитетный источник. То есть... Я могу сказать, что вот вашим словам, Антон, что у нас, например, последний сезон клуба «Понедельник» выиграла именно женская команда. Полностью шесть натаков, все дамы, и вот прекрасно выступили, выиграли сезон. И вторая команда, которая их соперники, тоже капитан-девушка, поэтому вот у нас опровергает всякие домыслы, что девушки не играют, что где, когда. То есть, в общем-то, ну, нет половой принадлежности у интеллектуальных игр. Есть. Ну, если можно так сказать. Ну, мы различаем, да. Различайте все-таки. Ну, бесполые существа просто. Я понял. Просто много знаете. Еще, ну, не могу не спросить, как ваши знакомые, как друзья, родственники относятся к тому, что вы вот увлекаетесь интеллектуальными такими развлечениями? Я это скрываю на самом деле. Серьезно? Ну, я стараюсь это не афишировать. Почему? Родственники не всегда к этому хорошо относятся, поэтому... Так, Полина, а у вас как? Ну, если честно, меня наоборот все подталкивают, потому что, ну, интеллектуальное развитие, в наше время интеллигенция наибольшего всего. И мне кажется, что вот к вопросу о каком-то половом различии, это совершенно неважно, главное, какой человек мозг. Ну, можно сказать, кстати, я капитан команды нашей в университете и вроде бы справляюсь. А как считаете, кто больше предрасположен к интеллектуальному развитию, серьезному, мужчины или женщины, у кого к этому больше предрасположенность такая? Ну, я думаю, предрасположенность одинаковая, а вот могут иногда забивать, например, членов команды девушек, говорить, что, ой, да, ты же девочка, ты чего не знаешь, тебе там интересны только маникюры и одежда. Но на самом деле-то девушек очень много интеллектуальных, развитых. Ну, вы, собственно, яркий пример тому. А скажите, вот, ну, опять же, вопрос абсолютно разной тематики, да, и, допустим, ну, вот есть такой устоявшийся стереотип, что, например, девушки не очень разбираются в футболе. Ну, например, вы разбираетесь в футболе? Ну, конечно, с прошедшим чемпионатом мира я стала побольше разбираться, но, тем не менее, это не тот спорт, которым я интересуюсь. Тем не менее, есть темы, в которых, наоборот, мужчины не разбираются. Ну, вот, например, у нас был вопрос на разумном вечере, прошедшем, про танцы в империи российской. И, думаю, мужчины про это не очень знают, а женщины увлекаются такими романами. Так что, можно сказать, что каждый игрок ценен по-своему. Да, согласны, парни? Конечно, конечно, конечно. Нет, вот мы сейчас, вот я играю в команде, где капитан именно прекрасная дама. И я, наоборот, очень рад этому, потому что, ну, то, что она моя жена, это второй момент. А первый момент, нет, на самом деле, я согласен с тем, что она должна быть именно капитана, потому что она как-то больше, может, на интуитивном опять же уровне, вот если брать женское, да, чувствует правильную версию. А вот мне, допустим, легче просто их, ну, так как бы, отвечать, придумывать ответы и так далее, нежели вот выбирать верную. Есть у нас еще один очень интересный знаток. Это Иван Вервекин. Вань, насколько я знаю, вы занимаетесь еще регби. Да, нет? Нет. Нет. А, Сараманские камни – это другое, да? Да, американский футбол – это совсем разные вещи. Все, я понял. Есть люди, которые не разбираются в американском футболе и регби. Ну, например, я. Ну, и вот Антон. Да, яркий пример того. Скажите, вы как пришли вот в это общество? Первый раз я попробовал 26 лет. И меня затянуло. Ну, вообще, я вот с Олегом, у нас были, так сказать, рабочие отношения по американскому футболу. Вот он в УЗИ работал. И я подписан на него в социальных сетях. И там видел, что он проводит в клубе «Понедельник» эти интеллектуальные вечера. Ну, и в какой-то момент, когда уже сезон закончился, мне вдруг захотелось поиграть. Думал, это будет интересно, собрать команду. На первый взгляд, не очень умных людей. Ну, и на второй взгляд, тоже. Они смотрят наш эфир сейчас? Я не знаю, я им не говорил. Которые каждый день бьются головами там друг об дружку. Вот. Ну, Олег, естественно, поддержал эту идею. Мы собрались уже с нового сезона и начали играть. Весьма интересно и не весьма успешно. А вот вы сказали так, ну, не очень лестно о своей команде. Да я любя, шутя. Да я понимаю, да, это все шутки. А тяжело собрать команду вот просто с нуля? Ну, то есть мысль поиграть пришла вам в голову, я так понимаю. Ну, да, у нас как бы... Одному это делать, ну, наверное, невозможно. Тяжело. Так, надо команду. Что делать? Вот какие первые шаги были? Это мы сейчас про что, где, когда, да, говорим? Да, да, да. Не про американское. Я объясню, почему я спрашиваю. То есть вот сейчас человек смотрит, допустим, наш эфир и думает, так, а пойду-ка я в следующую субботу тоже схожу на эти разумные вечера, поиграю, блесну интеллектом. Но один же я туда не пойду, надо команду собрать. Вот как это делать? Ну, у нас вот в этом плане проще, потому что у меня уже, грубо говоря, есть коллектив, да? Это команда футболистов. То есть я пришел, говорю, ребята, есть такая интересная вещь. Нас там, ну, грубо говоря, 20 человек. Я говорю, нужно 6 человек. Вот я, еще 5 вас, пойдемте поиграем. Ну, ребята поддержали. Единственный момент, что игры в понедельнике у нас с тренировками совпадают по времени. Поэтому у нас наполовину игроки, наполовину те, кто помогает, как-то причастен к команде. Персонал. Да. Так можно сказать. А вообще вот спорт и интеллектуальные вот такие моменты, насколько близко они стоят друг с другом? Ну, в спорте тоже думать надо. У нас, например, американский футбол такой есть шаблон. Мы всегда его называем, ну, новым незнакомым людям, что это шахматы на поле. Вот. Это очень умный вид спорта, на самом деле. Не так, как кажется по телевизору, там, беготня с мячом. Очень сложные расстановки, тактические схемы. Все это сложно, тяжело запомнить. И мы это не очень хорошо запоминаем, но играем вполне успешно. А что больше помогает? Футбол? Что, где, когда? Или что, где, когда в футболе? Сложно ответить. Я даже не знаю. Ну, вот такой вопрос. Дайте нам минуту на размышления. Смотря, как развивается игра. Нет, на самом деле, я имею в виду, помогает все-таки вот спорт в интеллектуальных играх, а интеллектуальные игры в спорте. Ну, вот интеллектуальные игры в спорте мы уже поняли, что помогают, да? То есть надо думать. А спорт помогает там? Ну, я думаю, да. Например, вот в нашей первой игре официально за столом, когда мы сидели не синхрон, у нас был вопрос, когда я чуть было досрочный ответ не взял, но все-таки решил дослушать до конца, и он был связан со спортом, с теннисом. И вот благодаря тому, что я люблю спорт, да, так скажем, я увлекаюсь и теннисом, там смотрю, там, болею, переживаю. И мы взяли этот вопрос и были очень рады, то есть уже был повод отметить. А вот с точки зрения командности помогает? Конечно, все дружные, все друг друга знают. И мы молодые, неопытные, как вот Игорь сказал, но у нас не было, надо было мой вопрос брать. Такого не было, хотя мы долго не отпускали вопрос, да. То есть мы еще чуть обсуждали, что если бы, так а бы, но руганье никакое. А вы капитан и там, и там? Ну, в спортивной команде я как менеджер, как руководитель команды, ну, тут капитан, да. То есть можно сказать, да. Ну, в общем-то, все как и должно, наверное, быть. Есть у нас еще сегодня один гость, хотя, наверное, в этой студии он совсем не гость. Это наш коллега Леонид Нечапуренко. Леня, привет. Добрый вечер. Доводилось нам с тобой даже и за одну команду играть, за команду своего ТВ, и, естественно, за какую же еще мы могли играть. Было дело. Да. Лень, съездил во Владикавказ. Скажи, не опечалился ты тому, что вот пропустил первые разумные вечера? Я не то, чтобы не опечалился, но я, конечно, следил за тем, как проходит этот турнир. То есть турнир был двухдневный, он длился субботу и воскресенье. Разумные вечера проходили в субботу вечером. И я помню, что мы отыграли первую половину от этой дистанции турнирной. И, казалось бы, весь Владикавказ у наших ног. Можно немножко отдохнуть, расслабиться субботу вечером. Это звучит очень уверенно сейчас. Но нет, я вот залез в телефон, мы проверяли по фейсбуку, кто что публикует, какие отзывы, как проходит турнир, первые фотографии начали появляться в ленте. Очень приятно было сразу увидеть, что пришли действительно разные люди, то есть то, на что рассчитывали организаторы. То есть были фотографии, на которых бабушки там с внуками пришли. Видно, что родители с детьми были. Вот я сейчас тоже посмотрел, что кто-то собрал коллектив своей организации, кто-то просто пришел там, не знаю, командой друзей. Это здорово, это объединяет горожан, и мы за это здорово порадовались, когда были в Осетии. Ну, а участвовать в турнире как знатоку мне было нельзя, потому что я так же, как Анна Кривецкая, задавал вопрос, и, наверное, было бы некорректно, зная какие-то ответы, соревноваться с другими, менее опытными знатоками. — Скажи, а разумные вечера не последний раз у нас были в городе, в ближайшую субботу тоже будут. И, в общем-то, все субботы до конца лета разумные вечера будут проходить. Планируешь ли ты принимать участие в следующих играх? — Ну, я на следующую обязательно приду. В официальном отчете играть все равно не получится, потому что, ну, знаешь, какие-то ответы. Но мне интересно просто прийти, посмотреть, как это бывает, кто пришел пообщаться с друзьями. Может быть, вне зачета подумать над какими-то вопросами, проверить свои силы, чтобы не претендовать на призы, опять же, не отбирать их у каких-то команд, которые, может быть, начинают только свой путь знатока. Но это, конечно, интересно, поэтому я приду и всем телезрителям тоже советую. — И, кстати, вопрос насчет того, если один или два человека и команду не собрали, как поступать? Все равно приходить на площадь и играть. Была команда, которая была собрана вот прям на месте, там парень школьник, девочка, студентка, а еще пару взрослых людей, вот они сделали команду, играли, веселились, ну и получилось. — Там было четыре абсолютно незнакомых человека до этого, они собрались прямо на месте, сели и играли. — Какой результат у них? — Вот, честно, я не знаю, какие результаты. — Результат – хорошее настроение. — К вопросу о том, что, что, где, когда команда друзей. Вот у нас, например, команда своего ТВ построена именно по такому принципу. Мы очень сильно дружим друг с другом, и поэтому вот выставили команду, и тоже в один из сезонов стали чемпионами клуба «Понедельник», между прочим. — Основной смысл вообще, то, что никогда, если кто-то боится, да, там, что вот, я чего-то, может быть, не знаю, могу ответить. Основное – это эмоции. — В первую очередь, мы вот в Владикавказе даже, когда были, да, у нас поначалу чуть-чуть не совсем хорошо пошло, да, там, с вопросами, с ответами, но мы пришли к мнению, что главное, что это сам процесс, да, что эмоции, вот это общение, хорошее настроение, вот это самое главное. А когда ты в центре родного города сидишь, прекрасная погода, общаешься с друзьями, видишь вокруг много людей, которые объединены общей вот этой какой-то идеей, да, именно хорошего вечера, хорошего настроения, наверное, она, наверное, и важнее того, знаешь ли или нет. А по поводу вопросов, еще тоже зрителей хочу успокоить, нет ни одного вопроса в разумных вечерах, рассчитанного на чистые знания энциклопедические или какие-то школьные, грубо говоря, что если я там пропустил в девятом классе уроки по истории, то я не отвечу. Нет, они все так или иначе… — Ну, конечно, что пропустил. — Нет, если, кажется, прям совсем пропустил, да. Нет, естественно, какие-то базовые знания предполагаются, да, что вообще отличить танец от песни, грубо говоря, да, хотя бы. — Да, что для многих, в общем-то. — Непростая, да. — Но все именно на логику, то есть на рассуждение, на обсуждение, и всегда, и когда слышишь, я уверен, правильный ответ, всегда думаешь, что ой, да, 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 действительно, мы же знали. То есть нет такого, что ой, а что это такое. — Есть ли, вот насколько я знаю, в клубе «Понедельник» в том числе проходили и детские игры «Что, где, когда». Есть ли какое-то возрастное ограничение у разумных вечеров? — Да, я полагаю, что его нет. — То есть если мне, скажем, уверенных восемь лет. — Если вам, Антон Дуб, станет в субботе восемь, да, то пускай приходят, безусловно, приходят тоже дети, подключаются. И зачастую даже происходит такой момент, вот у меня сын, значит, тоже увлекает, всю семью припиарил. Сын увлекается, да, тоже интеллектуальный мигер, тоже задает вопросы. Он пару вопросов уже задавал в клубе «Понедельник». — Пишет вопросы. — Пишет вопросы, да. Вот, и есть, мы участвуем, когда в каких-то других там интеллектуальных проектах, он с нами вот играл, и он зачастую отвечает. — То есть он, допустим, просто какие-то мультики, там вот те же фиксики, да, или что-то. Вот он запомнил какой-то факт там научно-технический. Он нам помог так ответить на вопрос про воздушные шары, что это братья Монгельфьер, да, впервые создали. Вот он сразу причем ответил на этот вопрос. Мы сидели там командой взрослых, не могли вообще не вспомнить ничего, а он сразу, я говорю, ты откуда? Я говорю, ты фиксиков смотрел. То есть вот и все, вот и вся история. — И фиксиков перед разумными вечерами надо посмотреть всем. Ну а по факту сидели, вот реально были бабушки и родители с детьми от двух лет, прям на руках держали, и играли прям бабушки, дедушки. И это было очень круто, когда смотришь, что вот столько разных представителей различных возрастов на игре. — Нужно ли где-то заранее записываться? Нужно ли где-то подавать заявки какие-то? — Есть сайт klubpn.rf, на котором очень просто подать заявку на игру. Оставляете название команды, капитана и номер телефона, вас еще прозвонят, проинструктируют предварительно. Но для чего нужна предварительная регистрация? Если вдруг 40 команд уже зарегистрируются, то уже на месте будет сложно принять участие. Поэтому лучше на сайте. Но если вдруг на сайте не зарегистрировались, можно прийти в 17.30 на Александровскую площадь и на месте тоже подать заявку. — То есть, в принципе, заранее это делать не обязательно? — Ну, рекомендовано. — Желательно, но мне подсказывают, что у нас есть звонок. Человек готов нам рассказать и ответить на вопрос. А напомните, вот я, честно говоря, запамятовал, какой у нас был вопрос. Я знаю, что вы его знаете точно. Потому что он был на прошедшей игре. — Да, вопрос примерно звучит так, что... — Как называется место? — Место, которое в стародавние Ставропольские времена называлось Воронцовская роща. — Воронцовская роща. — А сейчас это что? — А сейчас это что? Алло, добрый вечер. — Алло, алло, здравствуйте. — Здравствуйте. Как вас зовут? — Меня зовут Екатерина. — Екатерина. — Я уже бочеря. — Да-да-да, добрый вечер вам. — Екатерина, вы слышали вопрос, да? — Да-да-да, спасибо. Можно уже отвечать. — Уже можно отвечать. — Да, можно отвечать. — Это место раньше называлось Центральным парком. — Центральным парком. — Я так думаю, вы имели в виду сейчас. Оно называется Центральный парк, а раньше называлось Воронцовский рощ. — Да-да-да, сейчас называется Центральный парк, конечно. — Ну давайте посмотрим правильный ответ. У нас есть правильный ответ, тоже записанный. Если можно нам... — Правильный ответ. Одним из самых любимых мест отдыха ставропольцев и гостей города является бывшая Воронцовская роща, а ныне Центральный парк. — А ныне Центральный парк. Екатерина, вот такая вот бутылочка с влажным полотенцем специально в жаркую погоду достается вам. За эфиром вам расскажут, как и где ее можно забрать. — Я думаю, что даже если Екатерина придет вот в субботу и продемонстрирует вот этот свой приз, то сразу ей обеспечена регистрация на все игры разумных вечеров автоматом. — Вот так. То есть приз от разумных вечеров. — Планирует ли вообще Екатерина участвовать в разумных вечерах? Вот интересно. — Я надеюсь, планирует, потому что с такими знаниями почему бы и нет. Вот я, например, коренной ставропольчанин, а не знал, к своему стыду. Но я знаю кое-что другое. — Вопрос. Можно сейчас 1-0 в пользу телезрителей или знатоков? — Сейчас 1-0 в пользу разумных вечеров. — Вот. Ну и, наверное, в пользу телезрителей в том числе, потому что выигрывать приятные призы на своем ТВ – это всегда здорово. Еще буквально несколько минут у нас в эфире, еще буквально пара вопросов. Могут приходить дети, могут приходить взрослые, а что будет, если вдруг погода испортится? — Все же это на открытом воздухе происходит? Есть ли какие-то навесы, крыши? Или все это будет переноситься, отменяться? — Перенесем на следующую субботу. Следующую субботу, понятно, будет. Но если вдруг пару суббот пропадет в августе, мы в сентябре проведем. Мы также планируем на День города сделать похожие мероприятия. Администрация города Ставрополя, которая, кстати, является партнером и большую поддержку нам оказывает. — И которая сама участвует, насколько я знаю. — Была и команда администрации города Ставрополя. Вообще очень приятно, когда партнеры принимают участие. Если можно, я поблагодарю тех людей, кто нам помогает. Администрация города Ставрополя, Ставропольский дворец культуры и спорта, Ростелеком, СВОЁТВ, информационное агентство Победы. Спасибо им большое. А, и Северокавказский федеральный университет большую помощь оказал. Вот сцены, которые стоят, они помогли. До конца лета будут проходить разумные вечера. Осенью что-то будет? Или куда податься интеллектуалам с первого сентября? — Ну, с конца сентября... — Узри школы, да. — Идите, учитесь, да, и читайте книги. На самом деле, с конца сентября у нас традиционно начинается сезон вечернего клуба. По понедельник мы собираемся где-то в 8.30 по понедельникам в кафе у Камина в парке Победа. Приходите просто посмотреть. Сезон начинается вообще с февраля, но у нас продолжается. Все зрители, желающие посмотреть, могут приходить. Ну и плюс следите за новостями нашей группы на сайте клуб.n.rf и в группе ВКонтакте «Клуб Понедельник». С октября мы планируем запустить корпоративную лигу «Что, где, когда» для трудовых коллективов. Если представляете какую-то организацию, вне зависимости от возраста, можно подавать заявку и принимать участие в турнире по интеллектуальным играм среди организаций. И еще такой вопрос. Я знаю, что для игр клуба «Понедельник» и для «Разумных вечеров» вопросы писали вы сами. Да? Так? Так. Есть авторская группа определенная? Есть. А если вот человек хочет тоже принести свой вопрос или, может быть, вопросы, как ему быть? Куда обращаться? Ну, собственно говоря, мы для всех открыты. Я принимаю, вот Игорь Мирошниченко меня зовут, да? Меня можно найти через страничку ВКонтакте в клуба «Понедельник» и лично, и присылать прям вопросы вот мне лично. Да. А непосредственно на место, вот на Александровскую площадь человек пришел, сказал? На Александровскую площадь уже все. Там уже отобрано. Все на пять, на все пять «Разумных вечеров» уже все вопросы, все пакеты подготовлены, исходя из тематики игр. Но опять же, тематика не углубленная, то есть как бы, ну, такая легкая обертка, скажем так. Вот, но все вопросы уже подготовлены, потому что, чтобы мы были уверены, что все уже готово и все это будет. А что за тематика? Давайте уточним. Может быть, ну, вдруг из наших, кто-то из наших телезрителей считает себя асом именно вот? Первая игра была на тему «Россия, моя история». Все 40 вопросов, они так или иначе касались истории России, да? Каких-то интересных фактов там и так далее. Следующая суббота, 4 августа, это «Кавказ, территория дружбы». И там не будет, если сразу кто-то пугается, я знаю, меня уже задавали вопросы, вот там сейчас будет по географии, где такая гора, где сякое озеро. Нет, это так или иначе, да, связано с «Кавказ» какими-то традициями, обычаями, но все это можно догадаться. Третья игра «Ставрополь, город ветров». И вот там как бы, вроде как бы про Ставрополь. Четвертая. Но нет, про Лос-Анджелес. Есть секреты, да? Да, «Моя планета, земля». Это то, что вот международные какие-то вещи, то есть, ну, да, другие страны и так далее. И завершающая игра, она просто названа «Лето, прощай» в рамках того, что эта игра завершает и «Разумные вечера» как проект, и, собственно говоря, лето тоже подходит, к сожалению, к концу. А если планы в будущем продолжить, может быть, даже и в этом году, именно такие крупные игры, масштабные, то есть, в клубе «Понедельник» играет, как правило, одна-две команды, там, три одновременно. Есть ли площадка, может быть, на примете, где будут проходить такие игры, вот на 40, на 50 команд, когда похолодает? Ну, да, мы, думаю, проведем фестиваль «Перекресток» еще в этом году, как подведение итогов. Ну, и плюс в городе Ставрополье, на базе Ставропольского дворца культуры и спорта, открывается молодежное пространство «Лофт» в сентябре открытия. И там площадка позволяет проводить игры тоже на большое количество команд. Ну, примерно на какое? Ну, я думаю, 30 команд там спокойно поместятся. Поместятся. Ну, и напоследок можно еще раз сейчас пригласить всех желающих в субботу, ну, или в субботы. Ну, приглашаем всех по субботам в 6 часов на разумные вечера. Ждем всех от мала до велика. Будем очень рады вас видеть и буду рада с вами посоперничать, побыть в разных командах, узнать, кто же лучше всего отвечает на разные интеллектуальные вопросы. Слушайте, а вот сколько по времени это все идет? То есть вот человек сейчас сидит и думает, так, в 6 часов, что, где, когда, это часа 3 там идет все. Меньше же, да? Нет, мне кажется, он по-другому будет. На самом деле полшестого. Мне кажется, да, Игорь, давай. Мне кажется, он думает не так. Вот, Олег, Антон, ты так показал, мне кажется, он думает, о, это же в 6 часов, это же еще часа 3! Отлично, есть чем заняться. Ну, дай бог, чтобы думали так, я только за. А с полшестого начинает играть музыка, живая, инструментальная, вокалисты поют, потом 20 вопросов, что, где, когда, потом снова перерыв на музыкальный перерыв. Чайная пауза. Чайная музыкальная пауза, ну, чайная, там квас продается на территории, квасная пауза. Потом снова вопросы, подведение итогов и еще концерт, еще концерт, минут 25 играют группы. Друзья, спасибо вам большое, на самом деле, вот, лично мое мнение, вы делаете очень хорошее, доброе, полезное дело для нашего города, вы действительно его объединяете на почве интеллектуального развития, это очень круто. Спасибо вам, увидимся в субботу, я прям вот с удовольствием сам пойду, может быть не поучаствую, но посмотрю с удовольствием. Надеюсь, что еще не раз увидимся в нашей студии, да и, в принципе, на различных интеллектуальных и не только площадках нашего города. Друзья, это был День молодежи, вот такая интеллектуальная молодежь живет в нашем городе и в нашем крае. Присоединяйтесь к нам в 6 часов в субботу на Александровской площади Ставрополя. Будет очень интересно и познавательно, что самое главное. Ну а мы с вами увидимся на Дне молодежи ровно через неделю в следующий понедельник, как обычно, в 18.30. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова